Сколько хозяек, столько рецептов. У тех, кто делает заготовки на зиму, сейчас горячая пора. Конечно, если огурцы растут на собственном огороде, они-то и являются самыми подходящими для засолки. А если они из магазина или с рынка, на что обратить внимание? Вообще овощи, конечно, мы с вами заготавливаем разные. И капусту солим, и огурцы, и помидоры, и, может быть, перцы какие-то, да, болгарские и острые. Огурцы лучше выбирать мелкие либо средние плоды, плотные, пупырчатые, потому что всё-таки длинные огурцы, банки не подобрать, ну и просолка будет, конечно, не очень хорошая. В народе говорят, для засолки подходят черношипые огурцы. Но сортовое разнообразие и практика этого не подтверждают. По ГОСТу различают огурцы скороспелые, среднеспелые и поздние. Для засолки лучше использовать ранние и поздние огурцы, потому что средние очень плохо хранятся, и они становятся мягкими внутри, поэтому очень большая ошибка, когда мы среднеспелые покупаем, солим, а потом они становятся, как каша, мягкие. Получается, засолка и маринование огурцов начинается с покупки пакета с семенами для посадки на следующий год. Обязательно обращайте внимание на приобретаемый сорт. Рассольных пропорций, сколько воды, сколько соли ГОСТы не предлагают. Только размеры огурчиков до 16 сантиметров. Они и в этом быстром рецепте пятиминутки могут быть применимы. Огурцы нарезаем, солим, добавляем укроп и чеснок. Закрываем и немножко нам надо встряхнуть, для того, чтобы у нас все, все нижние и верхние огурчики у нас с вами. То есть это можно делать в пакете, многие делают в пакете, но... Но так эстетичнее и практичнее, особенно если гости на пороге. Также можно приготовить и помидоры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова